всем привет друзья мы находимся сейчас на советской площади ожидаем кортедж который прибудет золотой звездой героя россии мини галиша и муратова и передадут вот здесь сейчас идет репетиция последние минуты перед началом они сейчас приедут все дорогу открыли поэтому мы ожидаем вонизированную колонну отсюда с улицы ленина и она поедет вот так вот от пушкина покажу вам чуть-чуть поближе так нас хотят выиграть туда хорошо туда отлично хорошо нас до сюда поставили отсюда более открытый обзор мы поздравляем вас с праздником друзья для вас сегодня работают корреспондент гульдар давлетова и фотограф тимур шарипкулов тимур покажись мы все в масках посмотрите все военные тоже в масках я напоминаю что сегодня золотая звезда героя россии мини галиша и муратова прибыла в международный аэропорт уфы военизированные колонны и и провезли по центральным улицам города сейчас они доехали до горсовета пошли на разворот и сейчас по улице ленина они приедут вот сюда на советскую площадь где передадут данная медаль главе региона радио хабирова чтобы тот отдал ее на вечное хранение в национальный музей республики находится он ван дам куда уходим это нам говорят друзья нас хотят убрать отсюда куда брать пути туда он говорит что я он говорит я снимаю сэлфи на самом деле мы не молодой человек а пожилой человек я веду прямую трансляцию для нашего сайта of 1.ru в общем нас убрали самой крутой точки который с которым мы могли полноценно осветить картинку но тем не менее ушли пошли пошли в общем мы пойдем куда-нибудь вон туда будем стоять там друзья рассказывать как вы проводите сегодняшний день с чего он начался сегодня праздник у вас всех поздравляем есть ли у вас бабушки дедушки прадедушки которые участвовали в великой отечественной войне расскажите нам о них еще мы не будем туда уходить была команда нет конечно никуда не уйдем мы сми не уйдем мы здесь нас просили сюда отойти мы были там вообще давайте мы вон туда встанем сейчас не будем ругаться потому что мы находимся в прямом эфире давайте мы вон туда встанем мы туда если уйдем и ничего не сможем показать нашим зрителям мы встанем вот сюда и будем там стоять а может нам вообще уйти пошли отойдем туда сбоку в общем друзья гонят нас из одной точки в другую будем стоять здесь кажется он опять идет к нам боится потерять работу наверно конечно вы находитесь прямо в эфире поздоровайтесь наши документы слышали конечно он говорил что я снимаю селфи но мы находимся в прямом эфире поэтому идите нам теперь вообще лучше что-то чуть-чуть пройти а вообще эти на данный вытем или всем нас работаем спокойно а вы можете здесь стоять мы здесь постоим а куда вы хотите что мы ушли 940 930 мы что это же не наше дело ваши камеры мы свою работа делаем беста свою работа делать здраво вообще-то а вы тоже в кадр попадаете мы не можем пойти мы же с ним понимаете мы же вот прямой эфире сказали бы можно было бы кого-то что у нас пока сказали в сторону отойдите пожалуйста вообще уйти туда ну что уйти туда отойдите по дальше пожалуйста ну не можем мыть вы нарушаете вы же тоже попадаете в кадр может тоже уйти мы освещаем работу сейчас есть определенные сами которые спицы были да он есть они они там а но мы здесь понимаете мы журналисты конечно вот что работать дадите нет сегодня друзья мои выгоняют нас выгоняют видите вот не дает вопрос спокойно поработать не хотят друзья что мы показывали очень тихонечко стоим за деревом сейчас трубку там что вам картинку не портили что так мы тоже работаем я все прекрасно понимали ну извините мы стоим здесь ваш картинка не интересно мы тоже журналисты мы тоже работаем да поэтому мы не там а здесь ставим понимаете это пройдет пожалуйста пройдите вы можете пожалуйста здесь постоим пожалуйста можно по-человечески чисто мы же вам же нормально попросили пройдите пожалуйста разрешите нам пожалуйста здесь стоять что случилось то мы не участвуем мы в церемонии не участвуем мы стоим здесь поэтому я группа этому должны стоить там а какая у нас камера снимает давайте мы помашем хочу нас прогонять ну так мы тогда ничего не сможем показать мы тогда ничего мы не сможем нашим зрителям ничего показать мы также работаем не важно как меня зовут ну вас просим соблюдать Я вас не вгоняю, я вас прошу соблюдать правила и пройти по барьеру. Антон, вы кто? Я Антон. Понятно. Друзья, это Антон. Он нас выгоняет. Может, вы уже уйдете, просто мы поработаем тихонечко и все, здесь отсюда. Смотрите, сколько их, они все готовы просто нас отсюда выгнать. Ладно, пошли. Снимайте, пожалуйста. Так мы же ничего не увидим. Мы уходим. Друзья, смотрите. Как их много, они все нападают на моего фотографа. Тимур. Друзья, мы хотели вам очень сильно показать. Вон они едут, похоже. Что, уходим? Давай, пойдем в полицию. Давайте поехали, конечно. Пожалуйста, пройдите я в нормальную машину. Смотрите, там что отлично. В вертолете. Экшен, да, у нас, друзья, в кадре просто экшен. Отлично. Мы начали. Мы продолжаем здесь оставаться, друзья. Будем стоять здесь. Но перед камерой... Здесь же вас нормально попросили. Отойдите, пожалуйста. Нет. Вот девушка не хочет мне показывать ничего. Девушка, отойдите, пожалуйста. Буквально до дерева. Нет, подождите, я покажу. Буквально до дерева. Отойдите вот сюда, пожалуйста. Вот станьте хотя бы за дерево туда. Станьте вот подальше. Продальше. Пройдите, пожалуйста. Можете здесь уже постоить. Что вы нам даете снять? Пройдите, пожалуйста. Я вас нормально прошу. А, это... Что выставляете на крючатчик, что она вошла? Ну реально, вот не сколько выговариваете. Вы поняли. Тихо! Продитесь, пожалуйста. Продите, пожалуйста. Продите, сосろ office. Вот тогда дальше. Мы никуда не уходим, друзья, мы отстояли свою позицию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень плохо слышно, вероятно, очень шумно, вертолеты летают. Продолжение следует... Ветераны Великой Отечественной войны и друженики тыла. Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, если вам слышно, поставьте плюсик хотя бы. Может быть, мне нужно вам просто говорить, какую речь произносит глава региона. Сегодня ровно в 7 вечера будет объявлена общенациональная минута молчания. Сразу после нее мы выйдем на балконы, выставим в открытых окнах портреты наших родных ветеранов. Те, кто сражался за родину, трудился в тылу. И от души всей страной споем День Победы. Всегда славился своими батырами. Сегодня я обращаюсь к вам за Советской площадью Уфы. Друзья, я только что увидела сообщение от нашего зрителя, что мы СМИ, и нам нужно было заранее получить аккредитацию. Дело в том, что нас не аккредитовали, поскольку очень маленькое количество журналистов допустили до данного мероприятия. Вот наши коллеги тоже здесь сидят. Чтобы не было кучности, нам объяснили, что нет высшей чести, чем погибнуть, сражаясь за Родину. Прошел не один десяток лет. Спасибо за обратную связь. Слышно, да? Хорошо. В это сложное время указ президента России о присвоении нашей земли. Смотрите, как красиво. Друзья, я вам напоминаю, что сегодня в 11 часов вечера мы будем находиться на горсовете, будем вести прямую трансляцию салюта, который пустят в небо в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Мы будем транслировать, поэтому у вас нет возможности пойти туда, посмотреть его, поскольку идет режим самоизоляции, и именно для этого мы хотим вам его показать. Сегодня я передаю золотую звезду генералу Шаймуратова на вечное хранение Национальный музей Республики. Это великая награда, гордость всего Башкортостана, символ подвига и несокрушимой силы духа наших земляков. Их имена всегда будут жить в наших сердцах. Уважаемые товарищи, победа, давай с нами... Летают, друзья, все, летают и летают над площадью, контролируют. Пошли почтить светую память всех павших минутой молчания. 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 Так, у нас там Тимур что-то опять проясняет. Давайте я вам покажу немножко, что творится там, куда нас хотели отправить. Вот, просто за 3-9 земель, чтобы мы вам ничего не могли показать. Какой-то человек Антон, говорит, что он не журналист, он, вообще не понятно, кто какой-то Антон? Просто Антон. Да, он хотел нас выгнать отсюда, понятно. Я просто сейчас вам показал, в федеральном законе света. То есть в послепятской работе журналисты штраф от 27 тысяч рублей. Желаю вас сегодня, уважаемый Питер, здоровья и долгих лет жизни. С земной поклон вам, дорогие фронтовики и друженики тыла. С праздником, товарищи! С Днем Победы! Байраммане! С Днем Победы! Редактор субтитров А.Семкин ... ... Шага, марш! Азамат, я так понимаю, они сейчас направились в музей, да? Я думаю, что да. Да, они направляются в национальный музей для передачи звезды. У нас национальный музей, вы же понимаете, да, где? Нет, подождите, я же снимаю, женщина. Так я же ничего не увижу, а? Что за женщина? Вы посмотрите на нее просто. Вам не место, девушка? Ничего не видно. Все, что ли? В общем, друзья, напоминаю, они отправляются в национальный музей. Находится он дальше, по улице Советской. Сейчас туда передадут золотую звезду Героя России, Венегали Шеймуратов. Сейчас играет песня Шеймуратов «Генерал». Кто знает ее, подпевайте. Они там уже дошли, но вам, наверное, не видно. Почти дошли. В общем, друзья, вы можете нас сегодня смотреть на БСТ, как мы отчаянно боролись за свое место. Скорее всего, мы попали на всю камеру. Все ради вас, чтобы вам показать. Нас просто вырежут. А, конечно же, прямой эфир. Да. Прямой эфир тоже уже можно таксировать. Типа красивая песня. Да. Им нужно было, наверное, это все сопроводить звуковым сопровождением, чтобы песню пели, а не просто мелодию, да? Видимо, нет такого певца, который спел красиво. А, ну еще, самоизоляцию не забывайте. Да. ВОЕННАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В 23.00 с горсовета, да, мы будем вести прямую трансляцию. В общем, сейчас какое-то затишье на Советской площади, непонятно, что происходит, тишина. Поэтому, наверное, мы с вами прервемся, дабы я смогла сохранить эфир. Всем большое спасибо, что были с нами, с праздником вас еще раз.